Сегодняшнее заседание – точка большой работы по подготовке к празднованию 9 мая. Программа предстоящих мероприятий «Обширно» традиционно открывает день ритуал памяти. Он пройдет в Парке Победы у Вечного Огня. Церемония возложения венков начинается в 9 часов. Ритуал памяти пройдет по сценарию 70-й годовщины Победы. В 10 часов на Первомайской площади стартует Парад Победы. Начнется праздник с театрализованного представления. С учетом пожеланий ветеранской организации, торжественный марш открывает шествие знаменосцев. Они пронесут 10 штандартов фронтов, которые входили в состав действующей армии на завершающем этапе Отечественной войны. В этом году торжественным маршем по главной площади республики пройдут 12 парадных коробок военнослужащих и силового блока. Впервые в Парад Победы в Абакане вливается новая структура. В марше примет участие бригада воздушно-космических сил, расквартированная в Абакане. Всего в Параде Победы примут участие около 600 человек. В прошлом году у нас впервые было организовано прохождение военной техники. Это стало ярким событием. Считаем, мы должны сделать это традицией. Я хотел бы поблагодарить нас, руководителя Познавской бригады, командира, за инициативу. Он опять работал, трудился, занимался. Не все просто, коллеги, с прохождением военной техники, но опять разрешили нам. В честь Дня Победы в Абакане пройдут две всероссийские акции. Бессмертный полк начнет регистрировать участников с 11 часов у спорткомплекса «Абакан». Шествие пройдет по традиционному маршруту от проспекта Ленина через весь город к Вечному огню. Вечером в Парке Победы состоится одна из самых красивых акций Дня Победы – свеча памяти. Кстати, подобных в этом году будет две. 9 мая в Парке Победы, 8 мая на Самохвале. Накануне, 27 апреля, сортовал у нас республиканский автопробег у Вечного огня города Абакана. И вот в маленькой лопатке красной частичка этого Вечного огня проедет по всей республике Хакасия. И 8 мая на горе Самохвале она стоит источником зажжения вот этой свечи памяти. Особое внимание в День Победы, конечно, главным участникам праздника – ветеранам. 9 мая в Абакан они приедут со всей республики. Список ветеранов уже подготовлен. Он был согласован с Республиканским советом ветеранов. Всего в списке у нас на сегодняшний день 123 человека. В том числе из городов и районов республики прибудут делегации в составе 58 человек. Мы уже о том говорил, Владимир Михайлович. Хочется сказать большую благодарность в адресах муниципальных образований. Вопрос транспорта решен. На праздничных мероприятиях будут дежурить кареты скорой помощи и фельдшерские посты. Продлится праздник до позднего вечера. Помимо концертов с песнями военных лет, гости праздника смогут увидеть трансляцию парада на Красной площади и почтят память погибших всероссийской минутой молчания. Елена Крылова, Вести, Хакасия.